Как у нас будет проходить курс? Единственное, что я не уверен, что у нас сохранится эта аудитория, эта интеллекционная аудитория 110 КПМ. Возможно, нам дают какую-то маленькую аудиторию, потому что у нас число участников на текущий момент не превышает 15 человек. В таких случаях обычно дают нам маленькую аудиторию. Но если сохранять за нами это, то хорошо. У нас с вами запланировано в семестре 15 лекций. Никаких семинаров у нас не запланировано. То есть у нас чисто такой лекционный курс. Но сами понимаете, название курса уже говорит о том, что это очень абстрактный курс будет группой алгебры ЛИ. И, разумеется, не решая задач, освоить всю ту теорию, которую вам предстоит освоить, нереально просто. Поэтому я вот традиционно, когда я провожу здесь вот этот курс в Истехе, вот я уже читаю, наверное, четвертый или пятый год, точно даже не могу сказать какой. Обязательно даю после каждой лекции задачи для самостоятельного решения. И, так сказать, пытаюсь стимулировать студентов к тому, чтобы они эти задачи решали. Значит, стимул у вас будет такой. Те, кто постоянно, активно решают задачи, они будут получать автоматом оценку «Отлично». Вот. Я обычно в таких случаях выбираю тех, кто, конечно, не только постоянно решает, но еще и правильно решает задачи. Так, вот я уже подсоединился. Так, я вас отметил тоже. Значит, выбираю тех студентов, кто постоянно, активно решал задачи. И присылал их решение, я сейчас напишу на доске адрес. Ну, возможно, уже вы знаете мой адрес, но у нас в этой случае нужно еще раз его напомнить. Кто-то, может, не знает. Просто имя, фамилия. Вадим Штебин. Дальше собачка. Жима. Вот, пожалуйста, по этому адресу присылайте мне решение задачи. В каком виде присылать, рекомендуется, конечно, в каком-нибудь редакторе их набирать все-таки решение. Потому что бывает так вот, по своему опыту знаю, студенты решают, ну, я даю обычно неделю на решение задачи, потому что через неделю у нас будет следующая лекция. И вот решают вечером, а часто и даже ночью, перед очередной парой, вот, скажем, если у нас по средам проходит пара, значит, вот они во вторник вечером садятся решать задачи. Потом, значит, решив задачи при свете настольной лампы, которая у кого-то светит хорошо, ярко, у кого-то очень даже тусклая, начинают вот эти вот свои записи фотографировать и потом присылают мне. А вы сами понимаете, что такое чужой почерк разбирать, да еще при свете какой-то там светильника ночного часто бывает просто невозможно ничего разглядеть. И, конечно, вот в таком виде, если вы пришлете, проверять вашу работу будет крайне тяжело. А лучше, конечно, если вы решите задачи заранее, наберете их, ну, можно в техе, можно в бюрде, в любом редакторе, который вы знаете, наберите, пришлите, это будет приятно читать. И сразу, пусть лучше даже более, так сказать, сжато, более компактно напишите решение, но зато, так сказать, будет легче это проверять. Значит, я рекомендую, значит, все-таки после каждой лекции я буду давать задачи, я уже сказал, решать их и по возможности, так сказать, ну, лучше, конечно, не в последнюю минуту, не ночью во вторник, а как-нибудь на выходных, там, в субботу, в воскресенье присылать решение. А уже в следующий раз я буду объявлять результат, кто, сколько задач решил. Ну, и я уже объявил, что когда, значит, подойдет конец семестра, то есть где-то вот в районе уже 15-й лекции, я объявлю, кто получает автоматом оценку отличную. Ну, вот иногда бывает спрашивают, а вот можно мне автоматом, вот я не все задачи решил, это оно, к примеру, там, 70% задачи, можно мне автоматом хотя бы оценку 4? Вот у меня такой вот практики нет. Либо я ставлю от Лу-10 и говорю, что все в порядке, значит, я вас, так сказать, на экзамен уже не жду. А вот оценки хорошо я не стал автоматом, поэтому всех остальных, значит, я приглашаю на экзамен. Ну, мы с вами договоримся, когда будет экзамен, когда уже, так сказать, начнется сессия или, может быть, даже перед сессией, кто-то может срочно захочет задать. Ну, это уже, так сказать, лично с каждым мы можем договариваться. Бывает это так, что несколько нас живут приемов, у вас все-таки разные группы, у вас разные будут расписания экзаменов, и поэтому, может быть, кому-то удобнее будет раньше сдать экзамен, кому-то позже. Но все остальные, кто не получит автоматом оценку отлично, 10, они будут сдавать уже экзамен. Ну, и часто скажу, и на экзамене получают у меня вот тут 10. То есть, не сказать, что уже так совсем тяжело получить оценку отлично, нет, просто вы на экзамене продемонстрируете те знания, которые вы имеете, и вполне, так сказать, тоже есть такая возможность получить отличные оценки. Так, значит, ну, как будет проходить курс, я сказал, обязательно будет теория, обязательно решение задач. Так, ну, вот теперь, собственно говоря, я уже готов ответить на ваши вопросы организационного характера, если какие-то есть, и приступить уже к лекции. Так, пожалуйста, если какие-то вопросы есть, задавайте. Кажется, написали в чате, что кто-то присоединился. Так, может быть, может быть. Но вот я вижу, пока Джакупова подсоединился, а больше никого не вижу. Да, я его имел в виду. Ага. Ну, если что-то кто-то еще подсоединился, пишите в чате, конечно. Хорошо. Ну, а теперь давайте я хочу рассказать о том, чем мы с вами будем заниматься в этом семействе. Значит, название я сказал, группы и алгебры, и... Значит, сразу скажу, что понятие группы находится на стыке двух, скажем так, больших областей математики, на стыке алгебры и анализа. Поэтому нельзя сказать, что группа ЛИ относится, например, только к алгебре или только к анализу. Сразу скажу, что на первых же лекциях понятие группы ЛИ у нас с вами не появится. Как раз в силу того, что нам нужно будет, ну, скажем, несколько предварительных лекций посвятить тому, что нам необходимо знать. Это будут элементы, скажем так, и топологии нужно будет что-то рассказать. То есть, теоретопологических пространств. И понятие многообразия нужно будет ввести. Потому что, на самом деле, группа ЛИ это многообразие. А, насколько я знаю, в курсах анализа обычно о многообразиях не рассказывают. Ну, нам рассказывают. Рассказывают? Да. Ну, и у нас был курс Романа Николаевича по диперсиальной геометрии. А, ну, хорошо тогда. Ну, во всяком случае, так или иначе, понятие многообразия у нас тоже будет. Я его, так сказать, независимо от тех курсов, которые были, должен рассказать. Иногда ведь у нас бывает и студенты младших курсов тоже приходят, которым Роман Николаевич не рассказывал. То есть, предварительные сведения предполагаются такие, что вы знаете, скажем так, математику в объеме первого курса. Это включает от себя и линейный анализа, и анализ в объеме первого курса. То есть, все больше никаких предварительных сведений не требуется. Ну, где-то, начиная, наверное, с лекции третьей, может быть, четвертой, у нас появится понятие уже группы Ли, и мы будем уже изучать, прежде всего, связь между группами Ли и алгебрами Ли. Так, ну вот, исторически, значит, откуда вообще взялось понятие группы Ли? Значит, еще в 19-м столетии, значит, Софус Ли, это норвежский математик. Многие думают, что Ли эта фамилия такая китайская, вовсе нет. Ли эта фамилия очень распространенная в Норвегии. Вот там мерзкий математик Софус Ли обратил внимание, что многие методы решения дифференциальных уравнений, как бы, похожи один на другой. В каком смысле похожи? Вот есть у вас какое-то дифференциальное уравнение, и делается какая-то замена, скажем так, переменной, после которой уравнение сводится к уравнению меньшего порядка. Он обратил внимание, что, собственно говоря, есть преобразования или даже группы преобразований, которые полезно изучать. Он назвал их, ну, в современном понятии, называется группа симметрии дифференциального уравнения. То есть мы рассматриваем такие преобразования, которые переводят решение дифференциального уравнения снова в решение. Я думаю, понятно, что такие преобразования образуют группу. Во-первых, можно рассматривать всегда тождественное преобразование, пространство переменной, а ясно, что тождественное преобразование переводит решение в решение. Дальше понятно, что если рассматривать операцию композиции преобразований, эта операция будет, естественно, ассоциативна, потому что композиция вообще любых преобразований ассоциативна, как вы это знаете. Ну и, естественно, преобразование обратное к данному, а преобразование, конечно, подразумевается невыраженным, оно тоже будет переводить решение в решение. Если исходное преобразование решения переводит решение, то и обратное преобразование тоже таким свойством должно обладать. Итак, на лицо, так сказать, все аксиомы группы, и можно рассматривать группу, так называемую группу симметрии дифференциального уравнения. Это же относится и к системам дифференциальных уравнений. Ну и вот, Сокус Ли доказал, что если мы рассматриваем, скажем, уравнение n-ого порядка, и оно обладает достаточно большой группой симметрии, то его обязательно можно решить в квадратуре. То есть с помощью операций неопределенного интегрирования. Если же, наоборот, группа симметрии очень мала, вы знаете, какие уравнения есть. То есть уравнение Рекати, например, в общем случае решить в квадратурах его не удается. То же самое относится и к системам дифференциальных уравнений. Если имеется, скажем, система n-уравнений относительно n неизвестных функций, и если есть группа преобразования размерности n-1, на самом деле не просто группа, а там еще должна быть разрешимая группа, кто знает, что такое разрешимое, думаю, понимает, тогда у нас такая система может быть решена в квадратурах. Вот это тоже, так сказать, теорема Ли, которая относится к системам дифференциальных уравнений. Ну вот, сразу скажу, что исследования Софус-Али по, скажем, применению групп дифференциальных уравнений и системы дифференциальных уравнений надолго были вообще позабыты. И хотя вот его работы в основном вышли в 19-м столетии, до 20-го столетия, так вот особенно эти работы никто, кроме него, не развивал, ну и как-то особого значения им не придавали. Дело в том, что подсчитывать, вообще говоря, группу симметрии оказалось довольно сложно. И вот уже в 20-м столетии выяснилось, во-первых, что вместо групп Ли можно рассматривать алгебру Ли. Вот что такое алгебра Ли? Алгебра Ли – это как бы линеризация группы Ли. То есть, грубо говоря, мы рассматриваем линейное пространство, которое каким-то образом наследует в себе структуру группы Ли. Ну, собственно говоря, в алгебре Ли должна быть, я об этом сегодня скажу, дополнительная операция бинарная, которая называется коммутирование. И эта операция, на самом деле, воспроизводится операцией умножения, которая есть в группе Ли. Ну, в группе Ли, скажем, есть какая-то операция, как во всякой группе, условно ее будем называть умножением. Так точно. И вот операция в алгебре Ли наследуется из операции группы Ли. Но, собственно говоря, оказывается, что все свойства группы Ли… А какие свойства можно рассматривать? Ну, во-первых, как я уже сказал, разрешимость, непатентность. Есть еще, так сказать, такие понятия, как простая группа, редуктивная группа и так далее. Вот все это переносится на непосредственно алгебры Ли. Если группа Ли обладает каким-то свойствами, то и алгебра Ли обладает таким свойствами. И наоборот. Вообще говоря, оказалось, что исследовать группы Ли и алгебры Ли – это, в принципе, одна и та же задача. Но если группа Ли представляет собой многообразие, я уже сказал, такое довольно сложное топологическое пространство, которое может быть очень сложно устроено, то алгебра Ли – это все-таки линейное пространство. И в линейном пространстве, как вы знаете, всегда есть базис. Есть у нас, я уже сказал, операция коммутирования, которую можно рассматривать исключительно только на базисных векторах. И таким образом исследование группы Ли полностью переводится в алгебру Ли. Ну и, собственно говоря, исследование алгебры Ли началось активно уже в 20-м столетии. Само понятие алгебры Ли было введено в 1903 году. И уже к работам Софа Сали по изучению или, скажем, по приложению к дифференциальным уравнениям и системам дифференциальных уравнений вернулись уже благодаря усилиям советского математика Овсянникова. Вот был такой известный ученый в Новосибирской академии наук. Он основал целую школу, у него много было учеников, которая занималась тем, что они брали дифференциальное уравнение какое-нибудь и находили его группу симметрий. Ну и алгебру Ли симметрии, естественно, тоже. И, собственно говоря, они-то и разработали методы вычисления, которые, ну, можно было, скажем так, сделать машинными. То есть они применяли уже ЭВМ. И таким образом то, так сказать, что выглядело совершенно нереально посчитать, скажем, в 19-м столетии с помощью уже электронных вычислений, то применение ЭВМ стало вполне, так сказать, считабельным. И таким образом многие известные дифференциальные уравнения узнали, значит, какие у них имеются группы симметрий. Вот это вот, так сказать, школа Овсянникова. Многое его последует и до сих пор работает, скажем, в Новосибирском Академии Наук Сибирской. И, так сказать, они продолжают этой деятельностью заниматься. Ну, что касается нашего курса, я сразу скажу, у нас, к сожалению, только 15 лет, поэтому вот до приложения дифференциальным уравнением я сразу говорю, не даю. Если бы у меня был хотя бы годовой курс, то я бы, наверное, рассказал бы о приложениях бы и о том, как строить группу симметрий. Все бы это я рассказал. Но у нас полугодовой курс укращивает. Но, тем не менее, приложения будут. Я рассчитываю, значит, рассказать уже на последних лекциях о приложениях, прежде всего, к физике. А именно, к физике элементарных частиц. Вот известен такой вот факт, что элементарные частицы описываются с помощью группы унитарных симметрий. Точнее, представления этой группы. О представлениях я отдельно, так сказать, на одной из лекций поговорю. Вот мы рассмотрим понятие линейного представления группы и вообще, почему они важны, так сказать, для физики. И вот, оказывается, с представлениями группы СО3 связаны, скажем так, строение материи. Ну, и, собственно говоря, одна из таких вот известных задач состояла в том, чтобы классифицировать элементарные частицы, ну, в частности, вот, барионы. И выяснилось, что на тот момент, когда вот это исследование активно проводилось, оно проводилось американским ученым Гелманом, где-то в 60-х годах прошлого столетия, он выяснил, что, если, так сказать, взять известные на тот момент барионы и сопоставить каждому бариону некоторый вектор пространства представления группы СО3, то выяснится, что, как бы, пространство представления оказывается неполное. То есть, должно быть, грубо говоря, представление 10-мерное, там получается 9-мерное по тем частицам, которые были известны. Он предположил, что есть еще какая-то элементарная частица, вот, которая, ну, скажем, не известна на тот момент, но которая тоже, так сказать, описывается вот с помощью теории представления. С помощью теории представления он смог предсказать, какую массу покоя имеет эта элементарная частица, и какой она имеет заряд, там, барионное число, странность, там, вот, все вот эти характеристики, которыми обычно характеризуют элементарные частицы, все это он предсказал. Ну, действительно, через, буквально, там, пару лет после его предсказания эта частица была обнаружена в Калифорнии на ускорителе элементарных частиц. И вот за это Герман получил Нобелевскую премию по физике. Вот об этом, кстати, о том, как вот он действовал, и как он смог предсказать, как говорят, на кончике пера, что называется, существование новой элементарной частицы, этому будет посвящена вот последняя, наверное, наша лекция. Я хочу об этом рассказать, чтобы вы знали, что вот то, чем вы занимаетесь, не совсем, так сказать, уж абстрактно, оно имеет приложение в физике, на самом деле, конечно, не только в физике элементарных частиц, просто в физике элементарных частицах наиболее, так сказать, такое вот выдающееся, что это достижение было сделано. На самом деле и в квантовой теле и в поле рассматривается, естественно, группа Ли, и рассматривается, скажем, в физике твердого тела. Есть, конечно, помимо трехмерных тел, которые, вы все хорошо знаете, есть и медное твердое тело, такое понятие, которым тоже занимается в современной физике. И там группы возникают уже большей размерности, не просто, скажем, на СО-3. И тоже они, так сказать, находят применение вот для изучения движения твердого тела. Ну, в частности, полностью, так сказать, в случае интегрирования уравнений твердого тела, уравнений Эйлера, вот в случае онмерного тела, еще эта задача полностью не решена. Для трехмерного тела там все случаи уже исследованы, а вот для онмерного тела нет. Так что, если вы захотите где-то потом применить ваши знания в физике, то, я думаю, вы легко это сможете сделать. Ну, у меня, могу сказать, из тех студентов, которые приходили ко мне, изучали здесь в аудитории МПТИ группы алгебролей, многие потом с успехом в Дубне поработали в объединенном институте ядерных исследований. То есть они буквально сразу их брали, кстати, сначала стажерами, а потом они там уже могли найти работу. Ну, и могу сказать, что многие там сотрудники такого института ядерных исследований занимаются вот сейчас исключительными алгебролей. То есть, что такое исключительное алгебролей, я сейчас не хочу об этом говорить. Но когда мы будем говорить о простых алгебрах, я, конечно, скажу и об исключительных алгебрах. Так, ну вот, как бы вкратце я обрисовал, чем мы будем заниматься в этом семестре. Еще раз скажу, что приложений у нас будет, конечно, значительно меньше, чем хотелось бы, но, с другой стороны, и теоретический материал, так сказать, основной, который вам нужно знать, я вам расскажу. Так, ну, а теперь я вот перехожу уже, собственно говоря, к самому материалу. Итак, тема сегодняшней лекции. Давайте запишем. Понятие алгебры и ассоциативной алгебры. Ассоциативной алгебры и ассоциативной алгебры. Так, пусть у нас F-поле. И мы считаем, что характеристика F-1-0. Ну, на самом деле, сразу скажу, что для нас важны, собственно говоря, два поля. Это поле действительных чисел и поле комплексных чисел. Поэтому никакие другие поля вот мы рассматривать не будем. Хотя можно, конечно, рассматривать и, скажем, алгебры и группы или и матконечными полями. Но мы этим заниматься не будем. Потому что это уже все, так сказать, надстройки, которые над основной теорией возникли. Причем возникли гораздо позднее. То, о чем я говорил, то, что вы будете изучать, это относится, ну, скажем так, к рубежу столетий, 19-е столетия, 20-е столетия. А все вот изучения уже, так сказать, касающихся конечных полей, они уже были сделаны на угол столетия. Так, итак у нас в основном будет считаться, что ты купил этот смех на чисел или комплексных чисел. Ты летний. Линейное пространство надо сделать. Если на В помимо обычных операций сложения векторов и умножения векторов на число из полеев, еще определена дополнительная операция. Если на В определена дополнительная ординарная операция, который я буду обозначать квадратными скобочками, называть эту операцию коммутатором. Так, бинамная операция коммутатором. Причем, эта операция повторяя следующим аксилом. Первая аксилом. Альфа и из, то есть, бета и из, то есть, альфа и из, то есть, бета и из. Для любых x, y, z из линейного пространства В и для любых h, бета и из поля d. Понятно, что я написал линейность подвергнута. альфа и из линейного пространства В и для любых х, бета и из линейного пространства В и для любых х. Так, и третья, вот не совсем так отличная аксилом. Я сейчас ее напишу. Давайте вот составим такой двойной коммутатор, а дальше элементы x, y, z начнем циклически переставать. Понятно, что существует три перестановки таких. Это будет x, y, z. x, x, z, x, y. Такая сумма равна. Итак, смотрите, мы циклически переставляем три вектора x, y, z. То есть сначала x у нас идет в самый конец, а y, z, на первое и второе место, потом y идет в конец, а z, x приходит на первое место. Это называется тождество Якули. Так, вот, еще раз повторю определение. Значит, линейное пространство В над полем R называется Алмей Брали, если на В определенной дополнительной бинарной операцией, которая называется коммутатор, которая обладает свойством линейности по первому аргументу, косо-симметричности и удовлетворяет тождество Якули. Ну и сразу какие очевидные замечания следуют из вот этого определения. Ну понятно, что раз мы можем аргумент поменять местами, то у нас не только будет линейность по первому аргументу, но и по второму аргументу тоже. Значит, у нас эта операция является билинейной. Итак, билинейная операция, которая двум векторам из В сопоставляет некоторый новый вектор, а именно коммутатор этих векторов. Так, что еще отсюда следует? Такое замечание. Давайте вот здесь вместо xy напишем xx. В общем, тогда xx коммутатор равен минус xx. Это означает, что коммутатор вектор с этим же вектором всегда равен. Вот такое очевидное замечание. Так, дальше линейное пространство имеет размерность. Мы, конечно, будем рассматривать прежде всего тоничномерные алгебры. И вот в этом случае пишут, что размерность алгебры это и есть размерность линейного пространства. Размерность f это размерность алгебры. Так, ну а теперь мы перейдем к определению ассоциативной алгебры. Ассоциативной алгебры. Ассоциативной алгебры. Называется опять же линейное пространство ворохи. Ассоциативной алгебры. Снабженной дополнительной бинарной операцией. Снабженной дополнительной бинарной операцией. Ассоциативной алгебры. Ассоциативной алгебры. И здесь же x на βy-z равно βy-z. Понятно, что это у нас линейность по первому аргументу, а это линейность по второму аргументу. Итак, мы написали, что это линейность. И вторая аксима – это ассоциативность. Ассоциативность, 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 ассоциативность. Дополнительная бинарная операция умножения, которая обладает свойством линейности и ассоциативности умножения. Так, ну какие здесь очевидные замечания можно сделать? Вот давайте возьмем первое свойство и запишем просто константы альфа, бета и грамма равны 1. Что мы получим? Получим x плюс y умножить на z равно xz плюс yz. И, соответственно, x умножить на n плюс z, а это x1 плюс xz. Но это знакомое свойство дистрибутивности умножения относительно сложения. А вы знаете, что поскольку линейное пространство – это всегда абелева группа относительно операции сложения, то мы можем сказать, что у нас всякая ассоциативная алгебра, с одной стороны, как линейное пространство – это абелева группа относительно операции сложения. Дальше у нас выполняется ассоциативность умножения, это означает, что она же является полгубой. И, кроме того, выполняется операция аксиомы дистрибутивности. Но как раз это то, что входит в определение кольца. Правильно? Поэтому можно сказать, что всякая ассоциативная алгебра относительно операции сложения векторов и умножения, которые у нас сейчас вели, она является кольцом. Такое замечание. И часто кольцо, которое к тому же является линейным пространством. По этой причине часто и дают определение ассоциативной алгебры, как такое кольцо, которое на длину структуру линейного пространства. Как бы две структуры здесь объединяются, кольца и линейного пространства. Так, ну опять же, размерность дыр, размерность дыр является размерностью ассоциативной алгебры. Так, дальше мы ведем понятие структурных константов. Давайте сначала, опять же, для алгоритмента. Итак. Пусть у нас пространство линейный алгоритмент. Итак, у нас в пространстве линейный алгоритмент. Выбран базис. Мазис, называемая дальнейая. Понятно, что там мы можем установить коммутатор именно для базисных и трактов. Мы видим, что у нас возникают вот такие вот числа С и ЖК, которые показывают, как у нас коммунитивы, производные два базисных вектор. Вот эти числа С и ЖК называются, в таком случае, структурной константой алгебрии. Понятно, что если мы зададим структурной константой алгебрии, то фактически мы зададим все коммутаторы для базисных векторов, а тем самым полностью определим структуру алгебрии. Действительно, если вы захотите считать коммутаторы, то что мы должны сделать? Мы должны вектор Х разложить по балюсу, У разложить по балюсу. Надо записать, что это будет сумма ХИК и ЖК. Сумма НЕЖК и ЖК. Дальше вас пользуются чем? По беременности. Мы знаем, что коммутаторы – это гринейная операция. И записать только сумму ХИК и СУМА НЕЖК и СУМА НЕЖК. А коммутаторы ЕЖК у нас уже закрыты. То есть, мы предположим, что на базисных векторах у нас операции коммутированной зоны, мы можем ее по беременности распространить на производные века алгебрии. И таким образом, структура алгебрии полная сутоксинна. У нас определена. То же самое касается и ассоциативной алгебры. Возникает сумма НЕЖК и НЕЖК. Понятно, что это образование должно принадлежать реакцию. Значит, разлагаться каким-то образом по малюсу, но тоже возникают константы СЕЖК. Это вот так называются структивные константы, но уже ассоциативные алгебры. Итак, для того, чтобы задать структуру алгебрии или ассоциативные алгебры, достаточно задать просто структуруные константы. Долгое время, по крайней мере в первые годы после того, как начали изучать алгебрии, думали, что изучая структурные константы, можно классифицировать все алгебрии. И пытались какие-то ввести структуры, связанные с этими константами. Довольно скоро поняли, что структурные константы на самом деле мало помогают в исследовании классификации алгебрии. Дело в том, что структурные константы, несмотря на свое название константы, они, собственно говоря, константами не являются. Смотрите, мы начали с того, что выбрали алгебрии базис. А если мы выбрали другую базис, скажем, F, тогда понятно, что вот эти числа C и ЖК, они будут, конечно, как-то бы изменились. Более легко проверить, они будут изменяться как тренза третьего ранга с двумя ко-вариантными и одним контравариантными минусами. Исходя из того, что минусы здесь вот так расположены. То есть, с одной стороны, они преобразуются как тренза третьего ранга. С другой стороны, между структурными константами на самом деле есть зависимость. Давайте посмотрим, откуда они возникают. Вот мы уже посмотрим на свойства ососимметричности. С одной стороны, E, I равно E, G. А с другой стороны, E, G, E, I. Это один из суммы, как S, E, C, E, A, E, A. Теперь давайте сложим терапию. Понятно, что у нас, поскольку здесь определенные, что у меня есть местами, всего свойства осимметричности получится. А справа получится сумма С1, D, D, C, E, G, K, E, A. Ну, что мы видим, что некто линейная комбинация базисных вторых равно G. А когда это возможно? Линейная комбинация базисных вторых равно G. Только когда все коэффициенты не любят. То есть это тривиальная линейная комбинация. Отсюда следует, что C, D, 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 D. А вот кроме того, еще у нас есть же тоже истоекорды. Но отпадают уже более сложные зависимости на структурные константы. Понятно, что эти зависимости уже будут треничными. Давайте я сейчас эти зависимости решу. Итак, я запишу тождество якобы для трех базисных вторых. вот такие метры. E, 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 E. Так, ну а теперь я вспоминаю, что у меня вот эти коммутаторы базисных вторых создаются через структурные константы. И все это переписываю в терминов структурные константы. Итак, сначала вот эти вот скобочки я запишу. Получается сигма S, C, E, G, E, 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 F, плюс сумма S, C, G, E, 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 я тоже буду расписать через структурные константы. Давайте напишем. У нас получается сумма по S, C, G, S, C, S, L, K. Так, у нас еще возникает сумма по K. Сумма по K, C, S, L, K, D, K плюс сумма по S, сумма по K. С, G, S, C, S, L, K, D, K плюс сумма по S, сумма по K. С, L, C, S, C, S, G, K, D, K плюс сумма по K. Так, ну что мы замечаем? У нас вместе здесь по S, L, E, K плюс сумма по K мы записываем отдельно. Вносим это скобочка по S, здесь будет E, K, C, L. А что будет скобочкой стоять? Скобочкой будет стоять сумму по S, C, G, S, C, S, L, K, плюс сумму по S, C, G, L, S, C, S, L, K, плюс сумму по S, C, G, L, S, C, S, L, K, плюс сумму по S, C, G, L, S, C, S, G, K. И все это работает. Опять мы видим, что у нас есть линейная комбинация балесных векторов, Ек, вот с такими коэффициентами, которые здесь вот в этой сумме записаны в скобках. Раз сумма равна нулю, линейная комбинация равна нулю, значит коэффициенты должны тоже быть ну. Итак, мы получаем, что сумма АС в единице ДН, значит как С и ЖСССНК плюс СЖСНСНК плюс СЖСНССНК плюс СЛССНССНК плюс СЛСНССНК равно Н. Вот те квадратичные соотношения между структурными константами, о которых я говорил. Вот такая вот сумма, идущая по индексу С. Можно было, конечно, сумму по С не описать, а воспользоваться просто соглашением Эйнштейна. Вы знаете, поскольку с Тензерами работали, что есть соглашение, если есть один верхний, один нижний индекс, и он повторяется, то по нему идет сумма. Можно было бы описать, что это такая сумма равна. Так или иначе, я хочу сказать следующее, что вот именно наличие вот этих квадратичных соотношений приводит к тому, что в терминах структурных констант классифицировать алгебры Ли не удается. Ну вот на помощь пришли другие соображения, которые на самом деле связаны с геометрией. Когда, так сказать, в начале 20-х, ну скажем, 10-х и 20-х годов 20-го столетия, когда мы изучались алгебры Ли, выяснилось, что с каждой алгебры Ли можно связать некоторую структуру, ну, имеются, например, простые алгебры Ли, а потом я скажу, что это такое структура, которая называется система корней. Это некоторый такой правильный геометрический объект, который представляет собой набор векторов в соответствующем анемерном нитидированном пространстве. Вот. И, оказывается, длины этих векторов могут принимать не так уж много значений, там всего лишь пару значений могут быть длинные векторовы. И, увы, между векторами тоже принимают строго определенные значения. Исходя из этого, так сказать, получается, что вот таких правильных структур не так уж много. Ну, и вот так, собственно говоря, были классифицированы все простые алгебры Ли. Ну, а, скажем так, очень важное значение нитидича полупростые алгебры Ли, которые, на самом деле, являются прямой суммой простых алгебр. И вот, фактически, так сказать, все наиболее важные для приложения алгебры Ли были классифицированы. И сделал это Эли Картан, французский ученый. Ну, и многие, так сказать, понятия, связанные, так или иначе, с фамилией Картана. Вот есть, например, критерии Картана. То есть простоты алгебры Ли. Есть картановская подалгебра. Такие понятия. И очень большой вклад именно был внесен в изучение алгебры Ли именно этим математическим. Так, но об этом мы поговорим позднее. Пока я просто хочу сказать, что вот изучение просто структурных константов большого прорыва, так сказать, никакого не дало в изучении алгебры Ли. Так, мы сейчас перейдем к примерам. Давайте начну я с примеров ассоциативных. Продолжение следует... Так, первый такой распространенный пример. Итак, m, n, f это множество квадратных матриц. Понятно, что с обычными операциями. Значит, операция сложения и множения. Ну, относительно сложения очевидно, что множество матриц является линейным пространством. Нейтральное линейное, понятно, это наливает матрицы. Что дальше? Операция умножения, естественно, обладает свойством дистрибутивности. Ну, и, можно сказать, линейности тоже. То есть, если мы имеем три матрицы АВС, то 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 АВС. Это такое свойство, вы как раз знаете. Сейчас я в основе, если, так сказать, поменять скольки не стали, написать АВС, то АВС тоже, конечно, будет выполняться. Ну, и, кроме того, умножение матриц ассоциативное. АВС, АВС. Вы же, что это доказывает на одной из первых лекций, посвященных, так сказать, линейной матрицей. Итак, множество матриц в порядке АВС, с коэффициентами из поля АВС, это ассоциативное равновесие. Так, дальше. Дальше давайте рассмотрим, пусть это будет, поменимые пространства. Ну, и давайте рассмотрим, эндоморфизм на АВС, или еще это значит. Это множество линейных операторов, действующих пространствами. Множество линейных операторов пространствами. Ну, помимо слова линейный оператор, применяется еще термин эндоморфизм, применяется еще термин линейное преобразование. Вот, пожалуй, линейное преобразование, У вас обычно так вот, я знаю, говорят в первом стиле стиле, но оно, наверное, менее всего применяется. Чаще всего, конечно, линейные операторы, чуть реже андоморфизм. Так, ну, на самом деле, между вот этими двумя стиле и алкерами большой разницы на самом деле нет. Почему? Потому что вы знаете, что если в пространстве вы задали какую-то базис, которую зафиксируют, то понятно, что линейный оператор в любую задастся матрицей относительно руганого базиса. И обратно, соответственно, можно по матрице сопоставить и линейный оператор. А именно если у вас есть матрица, то вы можете задать операцию линейный оператор, сказать, что у вас вектор x переходит в правую матрицу. Вот легко проверить, чтобы такое соответствие, которое вектор x поставляет вектор x, оно будет линейным, естественным изображением. И каким образом задает линейный оператор в пространстве. И так, на самом деле, вот эти же ягоды были, на самом деле, заморфны. И заморфизм устроен очень просто. Если у вас а, например, линейный оператор, то им достаточно сопоставить матрицу относительно какого-то произвольного оператора. Так, следующий пример уже не столь очевидный. Так, то есть у нас какое-то конечное множество. которое мы будем назвать оператором. Дальше мы будем рассматривать ассоциативные слова над оператором А. Ну и давайте, я объясню, что за что ассоциативное слово. Если мы, например, рассматриваем такое выражение А1, А2, А3, вот эти два слова считаются одинаковыми. То есть, грубо говоря, мы как бы вводим операцию умножения, которая состоит в том, что мы к буквам из этого полита приписываем еще букву. А вот в каком порядке их приписывать? Для нас важен порядок, но не важно, скажем так, какое последовательство мы приписываем. Или сначала К1 приписали А2, а то приписали А3. Или взяли А1 и К1 приписали А2. Вот это и означает ассоциативность. То есть, практически для нас эти скобки здесь не имеют никакого значения. Порядок букв имеет значение. Понятно, что так же, как в обычном операторе, или если мы две буквы переставим и ставим, у нас получается вообще, говоря, другое слово. Так же и здесь. Порядок букв имеет значение, а вот какие-то скобки здесь никакого смысла не имеют. Так, ну а дальше. То есть у нас В. Это множество всех формальных мы имеем комбинации ассоциативных слов на то, как формальные. Понятно, что раз мы рассматриваем формальные мнения комбинации слов, грубо говоря, мы берем нажарим на какое-то слово В1 плюс В2 плюс и так далее. Ну там смотрятся конечные, конечно, линейные комбинации вот такие. И мы говорим, что если В1, В2 это слова на добрый томат, то они промотажат множество. Так, и понятно, что получается тем самым линейное пространство. Потому что мы уже здесь задали операцию умножения. Значит, здесь у нас считается, что А, В, В, и так далее это число циколе F. И вот мы можем формально умножать слова на числа и составлять линейные комбинации. Так, ну и теперь я хочу ввести уже структуру ассоциативной аук. Для этого понятно, что мы должны задать операцию произведения. Итак, пусть у нас есть сумма по S, например, А, В, И, Т, В, И, Т. Мы хотим помножить на сумму по Т, В, Ж, И, Т и В, В, И, Т. Значит, здесь у нас В, И, Т и В, В, Ж, Т это ассоциативные слова. Альфа, И, Т, В, Ж, Т, В, Ж, Т это число. Так, операция дается самым естественным образом. Пишем сумму по С и сумму по Т. Альфа, И, Т, В, Ж, Т. Альфа, И, Т, В, В, Ж, Т. Как вы думаете, а что здесь за операция между двумя словами? Ты написал В, И, Т, В, Ж, Т. И что означает, что мы одно слово умножили на другую сторону? Конкатинация? Совершенно верно. Это конкатинация. То есть, когда мы к одному слову просто справа приписываем другое слово. Мы как бы на русском языке так делаем. Если мы, например, к одному слову приписали справа еще одно слово, у нас часто может возникнуть какое-то новое слово. Значит, что такое вполне имеет смысл. Когда мы, например, берем приставку, суффикс там и так далее, и основу слова либо путем, так сказать, конкатинации получаем какие-то новые слова. Так. Ну вот, то, что получилось именно ассоциативная алгебра, легко проверяется, и это проверять не будет. Понятно, что такое операция, конкатинация, она сама по себе ассоциативна, и таким образом получается с кухой ассоциативной алгебры. Так. Ну и полученная вот алгебра называется... Давайте запишем, как она называется. она называется свободная ассоциативная алгебра сообразующая... с образующими... а в основе говорят, когда я... поинтересовала... Если она свободная, то мы пустое слово получать с ней включаем. Пустое слово? Нет, ну почему? Мы можем сюда включить пустое слово, почему нет? Ну тогда она свободной не будет. Почему не будет? Ну, если она свободная, значит, какое-то университетное свойство удовлетворяет. Нет, это просто по определению. То, что там настроено, называется свободная с ней. Ну, хорошо. А свободная называется с пустым словом? С чем? Ну, с пустым словом или без него? Честно говоря, я думаю, что здесь пустое слово особенно ненужное. То есть, пустое слово, это что нам дает? Как бы нейтральное по умножению видимо. Что если умножаем на пустое слово, слово остается, кстати, прежним. Я думаю, что оно здесь не обязательно. Можно его включить, можно его не включать. Я, так сказать, не думаю, что здесь это важно. Давайте, вообще говоря, не будем его включать. Считать, что я не прощу. Так, и вот еще один пример. Так, четвертый. Так, пусть у нас теперь G-группа. Давайте, считай, когда придется, что накалечное уже состоит из элементов G1, G2, 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 G2. Ну, раз в группу, значит, естественно, какая-то должна быть операция на уровне умножения. Так, и опять же, мы рассмотрим V, линейное пространство, которое состоит из формальных линейных комбинаций элементов G с коэффициентами из полиер-к, из полиер-эхники. Так, и множество ромальных линейных комбинаций V, сумма S от единицы до N альфа-гитая G2, где альфа-гитая будет умножать в полиер-эхник. Так, опять же, понятно, что мы получаем линейное пространство, потому что линейные комбинации можно складывать между собой, умножать, опять же, на чистое с полиер-эхники. Снова получится линейные комбинации. Так, и создадим операцию умножения. Собственная, она сдается примерно так же, как в предыдущем примере. Сумма S от единицы до N альфа-гитая G2 на сумму альфа-гитая G2 по N и сумму О S от единицы альфа-гитая альфа-гитая Так, здесь, наверное, поднимем что-нибудь альфа-гитая D D J2 умножить на G2 Олгес от ненужной такой компенции понятно, потому что у нас есть уже операция умножения в группе и эта операция ассоциативна. За счет этого у нас ассоциативность Итак, опять же, легко проверить, что таким образом получается ассоциированная аллебра. Называется она так. Групповая аллебра. Групповая аллебра. Групповая аллебра. Итак, чтобы получить групповую аллебру, мы должны взять множество всех формальных линейных комбинаций и ввести операцию умножения. Теперь давайте обратимся к примерам аллебрии. Первый пример. Самый распространенный. Посмотрим трехмерное пространство. Р3. И зададим. Бывает даже нет. Р3. И зададим комбинаций. Си. ЖК. Сидим. 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 И ЖК. Мы считали это одномерные базисы. Ну и понятно, что мы получили, собственно говоря, операцию, которая хорошо вам знакома. Это векторное образование векторов. И, поскольку это является линейным пространством, и векторное образование векторов обладает теми свойствами, которые здесь записаны. Вы знаете, что оно линейно по каждому из своих аргументов векторное образование у вас на первом пункте это доказывалось. Антисимметричность. Очевидно тоже. Если вы где-то с точки приняете местами у вас. Определитель изменит свой знак на противоположное. Ну вот. Что касается торжества и кубик. То его, на самом деле, достаточно проверить для базисных литров. Давайте считать, что у нас, например, ИЖК наш базис. Когда мы получим что? Что у нас? ИЖ где-то равно К. ЖК где-то равно К. Когда вы для трех базисных литров составляете торжества и кубик. ИЖ. К. Плюс и так далее циклические перестановки. Вы видите, что, собственно говоря, здесь коммутатор ИЖ заменится на К. Коммутатор КСК достану. Так просто сумма трех нулей, которая есть очевидно. Итак, для базисных литров торжества и кубик легко выполняется. Ну а то, что он выполняется для любых литров, на самом деле легко следует из того, что это беременная операция. То есть, вот как я сегодня уже расписывал. Когда вы расписываете коммутатор ИЖ, все в конечном счете перейдет к тому, что у вас коммутатор переходит на базисные литры. Если вы для базисных литров записываете вот такую вот циклическую сумму, и она будет равна нулю, то отсюда будет расследовать сразу, что для любых трех литров такие циклические суммы тоже будут равны нулю. То есть, достаточно проверять на самом деле тоже старикой, но только для трех базисных литров. Так, ну вот первый пример это пространство ИР3 с обычным электронным произведением. Так, следующий пример. Так, пусть у нас это произвольное линейное пространство. Мы зададим коммутатор Пиксели, правильно? Понятно, что можно не проверять свойства линейности, антисимметричности и так далее. Все это очевидно будет оплавляться. Вот какой трениальный пример задает, конечно, структуру алгеброли. И полученный алгеброли, как называется, амбер, алгеброли, разметности и диаметра. Какой-то разметности и диаметра. Амбер, алгеброли, разметности и диаметра. Ну, конечно, такой вот пример древиальный, но можно его не отведу, что такой вот пример существует. Так, теперь вот важное такое замечание. Из всякой ассоциативной алгебры можно изготовить алгеброли. Это как бы будет наш третий пример. С всякой ассоциативной алгеброли можно изготовить алгеброли. Ау. Давайте вот в ассоциативной алгебре, которая у нас есть, операция умножения. Мы будем использовать эту операцию для того, чтобы построить квадрат. А я на квадратных цифрах определил так. Так, х умножить на у, минус у и умножить на х. Итак, структура линейного пространства у нас есть. Естественно, в ассоциативной алгебре мы говорим, что это линейное пространство на поле. Дальше что можно проверить? Ну, давайте проверим первое линейное пространство на поле. Это очевидно. Ассоциативной алгеброли. Ассоциативной алгеброли. Давайте это проверим. Ну, слева что у нас получается? Альфа икс, плюс бета иди, з. Это мы должны сначала в естественном порядке перемножить, потом перемножить, вычесть то, что получится при перемножении в обратном порядке. Получается альфа икс, плюс бета иди. Умножить на з, минус з, альфа икс, плюс бета иди. Ну, альфа икс, плюс бета иди, з, минус альфа икс, минус бета иди. Как мы видим, что у нас, если альфа вынесли за сколько? Альфа икс, плюс бета иди, з, минус бета иди, з, минус бета иди, з, минус бета иди. Ну, икс, 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 икс И так давайте распишем наши коммутаторы по определению. У нас каждая коммутатор x, y равен произведению x на y минус y на x. Что мы получаем? x, y минус x, коммутатор z плюс y, z минус z, коммутатор z плюс z минус x, коммутатор z минус z минус z. В минус z на x или минус x плюс y, z минус z минус x минус z минус x, коммутатор z минус 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 z мин Давайте я уже ничего здесь больше переписывать не буду, просто сравним коэффициенты. Вот есть произведение x, y, z. Вот есть минус x, y, z. Положим знак, он ручно сокращается. Дальше, есть произведение минус y, x, z. Вот здесь вот, вот здесь, y, z. Вот здесь плюс y, z. Сокращается. Дальше, минус z, x, y. Вот плюс z, x, z. Сокращается. Здесь плюс z, y, x. Плюс z, y, x. Вот минус z. Сокращается. Дальше, y, z, x. y, z, x с плюсом. Вот минус y, z, x. Такое же с минусом. Ну и что у нас осталось? Осталось плюс x, z, y. И вот у нас минус z, y. Вот это вот. Сокращается. Это действительно получается. Итак, вы доказали, что если мы имеем ассоциативную алгебру над полем f, то мы всегда можем задать коммутатору, как x, y, y, y. В частности, очень важный пример. Мы говорили, что это ассоциативная алгебра ферма. Мы можем сказать, что это алгебра E со стандартным коммутатором. Я запишу. Стандартный коммутатор. Возникает такой. Коммутатор на ассоциативе. Это не ассоциативная 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 ассоциативная. куб, потому что у нас обычно умножение матриц даёт статтуду ассоциативной алгебра, соответственно ассоциативной алгебра должен быть в такойerem. Так, вот такой вопрос на понимание. А вот построенная алгебра Ли, Mn ecf, и какая у неё ж эта разборация? M квадрат? Да, сторона m куб. Дальше мы введем понятие дифференцированное ассоциативное Дальше мы введем понятие дифференцированного ассоциативное а Называется дистанцированием, если выполняется такое соотношение dr от x умножить на y, равное 2 от x умножить на y, то есть x умножить на g. Поэтому понятно, что если бы бред был, например, линейным оператором взятия производных, вы бы применяли производные к произведению двух функций, понятно, что бы записали бы буквально то же. Производная первая множительная на вторую плюс, первая множительная на производную вторую плюс. Обычное правило дифференцирования произведения функций. Вот отсюда и возникло термин дифференцирования. Так, давайте введем обозначение. Пусть д от а это множество всех дифференцированных ассоциативной алмебры. Понятно, что сумма двух дифференцирований будет дифференцированным, так же, как, например, проверяется для производной. И произведение дифференцированного числа тоже будет дифференцированным. И так понятно, что dr от а это линейное пространство. Линейное пространство на тем же псалом поле, в котором задана ассоциативная алгебра а. Так, ну вот теперь я хочу сказать, что мы можем, опять же, множество всех дифференцирований превратить в алгебру. А именно, давайте, пусть у нас d1, d2, мы держим d1, d2, мы держим d1, d2, мы держим d2, d2. Ну, вроде как, естественно, смотрите, если бы мы рассматривали здесь быстрее не матрица, а линейный оператор. То есть, мы уже знаем, что матрица образует, да, образует относительно вот такого стандартного коммулятора. Сексирует и посекретирует. Для линейных операторов получается. А здесь вот дифференцирование. Понятно, что мы можем взять эту же операцию, снова проверить, что будет выполняться линейность каждому из аргументов. Антисимметричность здесь сразу очевидна. И то же здесь 3-кобио, один к одному проверяется вот так же, как я здесь проверю. Поэтому я это проверить не буду. А что нетривиальное здесь нужно проверить? Как вы думаете? Чтобы сказать, что это алгебра. Какой нетривиальный факт здесь нужно проверить? Тоже 3-кобио. Тоже 3-кобио. Тоже 3-кобио вот так же проверяется. Один к одному. Нетривиальный факт заключается в том, а будет ли вот этот результат операции сам дифференцированным. То есть нужно проверить, что вот эта квадратная скобочка тоже подлежит D. То есть мы говорим о том, что, скажем, сумма дифференцирования является дифференцированием. Это очевидно. А то, что коммутатор дифференцированный вот такой, это тоже дифференцирование, нужно проверить. Давайте я сейчас это проверю. Так, давайте это проверим. Итак, мы должны проверить, что D1D2 на xy равно коммутатор D1D2 от x умножить на y плюс x умножить на коммутатор D1D2 от y. Посмотрите, если это отполняется, то как раз это будет означать, что коммутатор D1D2 сам является инференцированием. Давайте честно распишем все это. Так, слева у нас получается D1D2 минус D2D1. Обменяемое произведение x. Понятно, что здесь, как понимать, например, D2D1x как произведение внеинных операторов. А что такое произведение внеинных операторов? Это фактические композиции. То есть здесь D1 сначала будет действовать на x, поскольку D1D2, а потом D2 будет действовать на то, что получилось. Так же, как обычно, определяется произведение внеинных операторов. Итак, получается D1 от D2 от x умножить минус D2 от D1 от x умножить. Так, ну а здесь применяем то, что D2 является инференцированием, а потом D1 является инференцированием. Так получается D1 от D2 от x умножить на y плюс x на D2 минус D2. Здесь только что D1 от x умножить на y плюс x на D1 умножить на y. Далее, и это дало лишь двигателя, внеином, а вот внеином, то а затем до дуятия применяем. И здесь, внеином, только дуятия применяется и делаем. Потому что D1 все переменяет. Получается D1 от D2 от x умножить на y плюс D2 от x на D1 от x плюс D1 от x на D2 и плюс. Продолжение следует... Так, наверное, что-то должно сократиться, да, я так думаю? Давайте смотри. Плюс d2 от х, d1 от х. Вот такое же вражение с минусом. Минус d2 от х, d1 от х. Дальше. Плюс d1 от х, d2 от х. Вот такое же вражение с минусом. Тоже сокращается. Так, что у нас остается? Вот давайте посмотрим сначала вот на это выражение. d1 от d2 от х умножить на у, минус d2 от х умножить на у. Вот если у можно вынести за скобку, а его можно вынести за скобку в силу влительности операции умножения, то мы что-то очень скобочное? d1 от d2 от х, минус d2 от d1 от х. Это и будет коммутатор d1, d2. Применяемый на х. Дальше. 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 Вот х. Вот здесь я х. Извиняюсь. А здесь давайте вот так же х мы вынесем за скобочку, которая слева у нас множество является. Скобочкой будет d1, d2 от у, минус d2, d1 от х. Опять же возникает коммутатор. Итак, получается плюс х. А здесь будет коммутатор d1, d2. И вот сможет быть коммутатор. Ну, собственно говоря, мы доказали, что у нас коммутатор дифференцирования тоже является дифференцированием. Итак, можно сказать, что операция коммутатор определена на множество d1. Она обладает свойством билинейности, коза симметричности и дотерея тоже ствейку. Хотя мы их не проверили, но это проверяется так же, как он делается. Сделано на правую доску. Таким образом мы получили еще один пример, а он не прыгает. Так, прозвенел звонок. Давайте быстренько сейчас скажем какие задачи. Таким образом мы должны показать, что если х не является линейной зависимой. Вот такая тройка линейной зависимой. То тождество Якоби является следствием двух первых аксиомов. В смысле мы рассматриваем в R3 стандартное векторное произведение? Производное аксиомов. Здесь коммутатор, который определен в алгебре. У нас есть алгебры. Значит, мы хотим показать, что собственно аксиомы алгебры лимут, то, что они тоже стойко-бикториатры, является следствием первых двух аксиомов. Так, задача два. Является ли ассоциативной алгебой над полной секундой чиселом? А, Д, Д, С. Является ли ассоциативной алгебой над R3 стандартным? Если кто-то не знает, что такое тело патернионов, зайдите в интернет, погуглите, вы найдете их. Так, являются ли ассоциативной алгебой над R? Вот такие треносы. R, C, тело патернионов. Можно спросить? А? Там же умножение обычно задано или как-то по-другому? Да. Для кватернионов? Нет, я имею в виду над R, над C. Ну-ка, обычное, конечно, умножение, да. Самое обычное умножение. И здесь же напишите, если да, если да, то есть являются ассоциативной алгебой, то укажите структурный констант. То укажите структурный констант. Так, значит, вот сегодня мы рассматривали в R3 векторное произведение и сказали, что это будет ассоциативной алгебой. А вот я сейчас расскажу, как это можно сделать. Так, R4. Введем аналог электронного произведения таким образом. Запишу xy равно. Ну, сначала напишу базис, где 1, D2, D3, D3. Дальше напишу координат x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4. Вот у меня еще осталась одна четвертая строчка. Здесь, понятно, определитель я выписал, который пока не запомнили. Я напишу просто формально альфа-1, альфа-2, альфа-3, альфа-4. Я напишу, что альфа-1, альфа-1, альфа-3, альфа-4. Вопрос в общем состоит. Какими должны быть вот эти коэффициенты альфа-1 с тем, чтобы у нас получился настоящий коммутатор со свойствами биленейности, кососиметричности и точистой коммутатор? То есть, в каком случае задание вот этого вектора альфа приведет к структуре альфа-1. Так, при каких альфа-1 получится альфа-4 с тем, как альфа-1, альфа-1. Все, вот такие три задачи. Сразу скажу, что не самые сложные. У вас будут и сложнее задачи. Я думаю, что вы справитесь. Все. Благодарю за внимание. На этом мы сегодня заканчиваем нашу процедуру. Спасибо большое. Спасибо. А можно вопрос? Да, пожалуйста. Я где-то читал в Википедии, что определено векторное умножение в R7 и R3 только. Что это значит? Ну, все же понимаете, зависит от того, как вы хотите определить, какие свойства должны выполняться. Вот наша цель, чтобы получилась структура алгебры. А я думаю, что там, где вы читали, там какие-то другие требования, скажем, свойства векторного произведения. Заодно вы можете подумать, а вот какие свойства в таком случае, если получится алгебры. Какие свойства векторного произведения переносится на эту алгебры. А я знаю такой вопрос. Что будет сохраняться, а что еще. Хорошо. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин